как выяснилось после записи ролика это iMac late 2009 года 27 дюймов приветствую вас потопки богов у нас будет самый скромный апгрейд iMac 27 2010 года модель а1312 мы вместо оптического привода через адаптер кэдди ну правда это от макбука девять с половиной миллиметров ладно ушки отрезаем на синюю изоленту его приклеим то есть не проблем установим не так ssd на 256 гигабайт посмотрим также сравним скорость но десятый год я не знаю выдаст он 450 мегабит на чтение или нет в общем проверим что угадать и также докидаем памяти две планки по 2 гигабайта чтобы в итоге у нас было 8 гигабайт и можно было комфортно на нем работать и вот еще памятка если ставить ssd вместо привода или вместо жесткого диска то везде будет скорость одинаково на всех iMac 2009 года ну точнее в нашем случае это лэй 2009 сперва я подумал но так заказчик когда сдавал он говорит что это ми 2010 но по факту как выяснилось дальнейшем что это у нас 2009 год но в целом тоже неплохо снимаем при помощи ногтей защитное стекло затем берем отвертку t10 обестачиваем мак нажимаем кнопку включить несколько раз ну чтоб разрядить остаточное напряжение которое осталось в конденсаторах выкручиваем все винты по периметру уже сразу видно что матрицу здесь разбирали скорее всего чистили от пыли либо ремонтировали подсветку когда-то ранее да и вот к сведению кто хочет обновляться ставить квадры на данные маки вот late 2009 года я не помню работает или нет на коры а и 5 и 7 возможно работает а вот на кор 2 дуло даже на том же макру марса и 2009 точно не работают данные карты там вариант только ставить родную но все будьте аккуратны с разбором 9 10 года с левой стороны аккуратно отстегиваем шлейф вертикальной синхронизации шлейф широкий шлейф дисплея с левой стороны шлейф подсветки дисплея пользуясь случаем передает лобеды привет эко-сервис приветствую тебя смотрите сколько плом зале поняли с эко-сервисов а здесь нету винтов но видимо не надо скорее всего так но теперь переходим к извлечению оперативной памяти берем фигурную отвертку и выкручиваем нижнюю панельку трех винтов точнее три винта выкручиваем убираем панельку достаем язычки извлекаем модули тут очень странно тут два подряд модуля стоят вместе очень-очень-очень странные подозрительно раз тут побывал эко-сервис знаете что это значит это значит что нужно будет все перебрать все перепроверить почистить от пыли заменить термопасту хотя он немножко чистый но в любом случае нужно проверить дополнительная работа и кстати не забывайте вовремя чистить от пыли менять термопасту на ваших любимых аймэк начнем снятие оптического привода также берем ту же самую отвертку т10 и выкручиваем 4 винта отстегиваем шлейф основной satan и шлейф датчика оптического привода затем той же отверткой снимаем кулер а диди или видеокарты отстегиваем все остальные шлифа одного винта не хватает но ничего страшного а здесь вкручен нижней части очень длинными моего потом процессе заменим потому что туда винт длинный не должен быть вкручен это как раз обратной стороны там находится разъем и юсб так все почти все выкрутил сорвал пломбы отстегиваем косу имейте ввиду все на фиксаторов извлекаем нашу материнскую плату материнской плате присутствует дополнительный разъем satan в этом случае он отсутствует вот специально выделенный под ssd это у нас жесткий диск это у нас оптический привод вот тех случаях где здесь разъем еще находится нужно еще отдельно докупать кабель и разветвлитель питания но чтобы подключать в косу и уже выводить питание подключить дополнительный диск ну то есть 3 то есть можно вместо привода и еще дополнительный вот скорость везде одинаковая так что здесь sata sata 2 и больше скорости не будет он плата видите 2009 года вот хотя человек мне сказал что это мид 2010 и я не проверил а может действительно это 2009 года но в общем это не точно разберемся уже когда мы выдуваем при помощи компрессорного насоса на моем случае обычного насоса для мебели пыль также потом чистим корпус также выдуваем из других кулеров ту же самую пыль данный мак видимо готовили перепродажи и его обслуживали относительно недавно продолжаем дальше начнем с видеокарты отстегиваем термодатчик берем отвертку уже т7 и выкручиваем винтики и затем выкручиваем по диагонали нам нужно будет добраться посмотреть состояние термопасты вроде бы как бы все хорошо ну что просто подустала немного почему-то кристалл совсем голый продолжаем так удаляем нашу уже отработанную термопасты дело в том что термопаста они использовали хорошую это м x 4 но скорее всего на подделка либо залежавшиеся почему потому что как вы видели жидкость масло содержащие она отслоилась то есть радиаторе как будто все такое масляное то есть термопасту прежде чем наносить нужно перемешивать либо забыли ее перемешать либо термопаста попалась бракованная под ну либо подделка которая залежалась на складе то есть и была продана как новая то есть это известно только создателю и так берем подготавливаем лопатку нашу подготавливаем м x 4 термопасту и обязательно перемешиваем можно отдельно где-нибудь на листочке пакетики либо можно на кристалле только очень аккуратно чтобы не расцарапать что я перемешиваю что потом когда ее не радиатор снимаешь все неровности были вот эти вот пустоты были все заполнены вот для этого желательно ее перемешать что-то этот большой мне тюбик 45 граммовым какой-то бесконечная но не заканчивается вот а м x 5 у меня быстро закончилась то есть я вот сейчас это дорабатываю и после этого надо будет уже закупаться снова обновлять равномерным слоем после того как перемешали все размазываем если понимаете что термопасты слишком много то часть можно можете оставить на лопатке вот часть можно будет вытереть лопатку об радиатор там где будет соединение с чипом примерно вот как вы сейчас видите в целом тоже неплохо собираем закручиваем винты также по диагонали в целом по видеокарте все хорошо работа выполнена зачищаем разъем и прикручиваем обратно не забывайте подключить термодатчик если забудете то вентилятор будет работать просто бешено на полных оборотах теперь переходим проверки и замене термопасты на самом процессоре выкручиваем все винты убираем радиатор в сторону и смотрю меня такое чувство что здесь слишком много термопасты только посмотрите тут килограмм накидали вот так вот давида лучше будет видно вот вы только посмотрите эх эко-сервис захватит 2 и бака термо ватные диски тоже закончились поэтому буду использовать сухую салфетку но ватными дисками немножко удобнее работать удаляем старую термопасту также придется поднять процессор почистить потому что ее настолько много что она прямо затекла в сокет нужно быть все зачистить зачистить контакты далее переходим после чистки сокета нужно будет обезжирить поверхности используем спирт аптечный либо из и зачищаем поверхности все теперь выполняем то же самое наносим на количество термопасты и равномерно распределяем по всему процессору тоненьким слоем то есть не совсем тонким ну то есть нормальным слоем и заодно на как раз перемешивается как следует вот смотрите эко-сервис вот столько должно быть термопасты вот равномерным небольшим тонким слоем будет достаточно а то потом очень сложно выковыривать из сокета ну прям вот сюда вся ваша паста затекла нужно было все это очищать все теперь обратно закручиваем радиатор охлаждения можно это сделать снизу вверх не забываем подстегнуть термодатчик чтобы нас кулер не вышел на полные обороты и закручиваем винты по диагонали все почти готово и уже плату можно собирать в корпус все собираем обратно в корпус следите что при обратной сборке у вас провода не были между как же вам объяснить вот куда винты вкручиваются получается стойка между стойкой и материнской платой вот иногда попадают провода особенно с правой стороны то есть людей то звук пропадает то камера не работает то микрофон не работает ну либо еще какая-нибудь болячка вот поэтому сразу внимательно все смотрите сперва подключайте шлейфы все проверять и только после этого закручивайте винты как только сделаете расключение по шлейфам и в самом конце как только все прикручите все закрепите здесь обратите внимание 2009 года есть такая болячка связана со шлейфом вайфа его нужно будет как следует закрепить а теперь приступаем непосредственно к самому апгрейду все мы до все переделали чтобы было более-менее по феншую почти как говорит алексей юрьевич с канала ассоциация сервисных центров они кстати переехали в новый офис большой просторный искренне рад за них распаковываем наш не так ssd 256 гигабайт можно кстати ssd то есть разобрать иди адаптер оставить привод вот и просто сверху на привод либо с нижней стороны двухсторонний скотч его проклеить снять вот эту часть только плату управляющий подключить для подключения либо можно просто сделать поступить следующим образом разбираем вот эту часть пушки пушки можно смело откусывать потому что иначе он просто не влезет потому что так как это девять с половиной от макбука сюда нужно будет двенадцать половиной или двенадцати семь откусываем просто кусачками вандальным способом все пушки мы откусили и теперь сюда мы прикручиваем диск или сперва перед тем как закручивать диск нужно будет вот в эту часть так выкручиваем винтики на оптическом приводе они потом вторично пригодятся но иногда они не закручиваются перекручиваются также не забываем датчик датчик потом перекинем на самый ssd здесь внутри тоже отверткой т7 мы их выкручиваем вы можете делать просто апгрейд но плане не чистить от пыли не менять термопасту но я рекомендую именно обслужить компьютер в любом случае чтобы туда долго не заглядывать это видеокарты у данных машин имеет имеет свойство выходить из строя достаточно достаточно часто то есть вот так все это дело выглядит сейчас посмотрим здесь для того чтобы он влез тоже нужно будет повыщипывать лишние пластмасске фиксаторы положения привода верхней крышечки поэтому чем и делаем их просто также вандальным способом просто берем и откусываем кому нужен привод послезавтра новый год я записываю это видео 30 декабря 2021 года вот все откусили примерились вот так это должно быть выглядеть все и можно будет то есть на эти винты мы уже не закрутим не посадим потому что они в пластике держаться не будет просто закручиваем скотчем либо изоленты на то есть вот эти две пупырки тоже надо убрать они мешают для того чтобы до конца вставить раз пупырку два пупырка все убираем примеряемся заклеить заклеиваем вот эту вот часть и вот эту вот часть можно изоленты можно скотчем как угодно можно я просто хочу напомнить что без синие изоленты ремонт невозможно она всегда приходит на помощь и выручает как раз я называю это не колхоз у нас это называется импровизация все прикручиваем винты вставляем наши созды также не забываем перекинуть термодатчик который остался у нас на оптическом приводе можно будет его сразу будет закрепить вот так примерно это выглядит на синие изоленте сейчас я переношу датчик аккуратно не сковырните не повредить его все теперь можно будет прикручивать вставить и подключить все выберем сейчас мелкие винты и закручиваем синенькие выглядят красиво не так греться не будет а вот кстати нижний кулер я обратил внимание что у него небольшой люфт так на этом этапе все готово подключаем наш дисплей очень аккуратно с данными шлейфами широкими обычно вырывают разъемы и шлейфы меняет это болезнь 2009 2010 года с этими широкими шлейфами ночью говорить о широких тонкие шлейфы в одиннадцатом годе тоже частенько обрывали собрал включил и он пищит похоже пошло что-то не так не придется снова разбирать начнем наверно сперва собирать кажется у нас проблем у нас два модуля когда я разбирал стояла с правой стороны ну точнее с левой стороны а с правой стороны разъемы свободны и вот когда я вставляю один модуль он начинает пищать то есть скорее всего здесь еще проблема с оперативкой возможно мне удастся докинуть память но это не точно с памятью мы немножко чуть позже разберемся сейчас я их сюда переставил в этот слот нажимаю включить зажимая alt или options на клавиатуре вот он загрузка системы сейчас выбираем наш внешний ssd с которого мы будем загружаться скорее всего это лэй 2009 года выбираем наш накопитель все пошла загрузка как хорошо про синициализацию ssd заходим так это у нас действительно 2009 год поздний форматируем наш диск нажимаем стереть и вставляем все по умолчанию меняем дату на 2018 год и запускаем установщик хай сиро дату менять обязательно перед установкой системы выбираем наш ssd и ставим пока ставится система можно пойти погулять на полчаса потому что это долгая история вот а потом уже вернемся будем смотреть что у нас со слотами что скорее всего два правых слота с этой стороны но это не точно так чел все система поставилась полчаса спустя делаю быстро достройку пользователя вводим пароль доля один символ я всегда делаю один и тот же пароль потом пользователь сами его меняют смотрите действительно это у нас долой 2009 год я сделаю покрупнее вот видите и у нас проблема со слотами памяти сейчас мы чуть позже и не займемся два модуля с левой стороны они заполнены здесь пустые нужно будет сделать 8 гигабайт вот в этом случае тогда если эти не заработает у меня есть восьмерка 1333 одну мы поставим 1060 но 1066 частота и в итоге получим 10 наверное так скорее всего вот давайте замерим скорость потом еще включим trim так как мы установили наш ssd в принципе производительность хорошая но так как тут sata 2 вы сами видите скорость 250 260 должна быть но 240 в принципе нормально здесь 260 должно на чтение здесь 255 256 но примерно точно такая же и если ssd поставить место основного жесткого диска скорость будет такая же в любом случае это намного лучше чем работать жесткого диска вот как-то так ну а теперь заводим trim запускаем терминал из папки в программы утилиты вводим команду суду trim force enable нажимаем enter и заходим проверяем вот видите статус поддержка trim стоит нет все вводим пароль y enter y enter y enter и потом ждем видите он пишет что процесс продолжится после перезагрузки системы после перезагрузки системы заходим проверяем что и там где у нас поддержка trim должно стоять до если у вас стоит нет то значит выполняем еще раз через какое-то время иногда включается не с первого раза со второго либо даже с пятого все вводим пароль входим сведения системы проверяем и видим что у нас trim включился с первого раза я тут вспомнил о 2009 года нужно будет вставлять модули оперативной памяти два рядом ну то есть два в одном слоту только в этом режиме они работают именно на старых системах что-то я как-то со временем забыл что 2009 не так часто приносит и память конечно же заработала без проблем вот они 8 гигабайт заветные на данный май маг с частотой 1066 мегагерц что но является нормой для 2009 года а теперь тест скорости старого жесткого диска которые мы оттуда не убрали ща посмотрим посмотрим об но все равно неплохо для записи 100 мегабит ну-ка чтение на на бывающую запись больше чем скорость чтения но они в принципе нормально 110 112 в любом случае намного быстрее сами знаете ssd на записи 240 на чтение 250 в любом случае и так вы можете писать свои возмущения оскорбления в комментариях я буду только рад каждый ваш комментарий помогает продвижению канала любой так что пишите свои вопросы и также благодарю вас за ваши регулярные донаты в поддержку канала